Уважаемые друзья, дорогие северодвинцы, спасибо вам огромное за поддержку, за то, что вы участвуете в наших акциях. И призываем всех сортируйте отходы, делайте нашу землю чище, наши полигоны меньше. Приходите к нам на акции, присоединяйтесь. Ждем новичков. Приходите. Эти акции мы будем проводить до тех пор, пока мы не добьемся, чтобы у нас в городе поставили стационарные пункты приема авторесурсов. И когда у каждого жителя города в шаговой доступности не появятся спецконтейнеры для раздельного сбора, и когда люди, и мы в том числе не будем убеждены в том, что наши авторесурсы пойдут не на полигон, а именно в переработку. Вот этого мы хотим добиться и будем проводить акции до последнего. Тем более мы не можем иначе поступить, люди-то уже привыкли, мы их приучили, как мы можем их бросить и сказать, что вот мы не будем больше проводить. Дорогие друзья, сегодня 1 июля 2022 года, и мы с вами находимся в парке «Поколение» города Северодвинска. Ирина, вот скажите, пожалуйста, мы сейчас активно занимаемся сортировкой отходов в городе Северодвинске. Как вы считаете, что у нас сделано на сегодняшний день, что не сделано, ну и какие перспективы сортировки отходов в нашем городе? Ну, во-первых, я хочу отметить, что в плане РСО сделано достаточно много, и чтобы там не говорили некоторые товарищи, что сортируют какой-то там жалкий процент, что люди не готовы, все это ерунда. Мы видим по своим акциям, которые проводим уже более трех лет, что к нам присоединяется все больше и больше людей, причем абсолютно разных возрастов, там от молодежи и до старшего поколения. Причем я уверена стопроцентно, что людей было бы еще больше, если бы у них была возможность шаговой доступности сдавать свои вторые ресурсы, и они были убеждены, что все эти ресурсы пойдут на вторичную переработку, а не на полигон. Просто у них всех есть возможность приезжать к нам на площадке. Для кого-то нет транспорта приезжать к нам далеко. То есть люди пишут нам, да, мы бы сдали, но нет возможности, кто бы забрал, мы бы обязательно поучаствовали. Поэтому сделано, конечно, много в плане просвещения людей. Это заслуга чисто общественников, я считаю, в частности нашего движения, которое проводит большую информационную работу, просветительскую. Большое спасибо вам, Валерий, за информационную поддержку. Спасибо за нашим мероприятиям, за участие. Спасибо вам, что поддерживаете. Это немаловажно вообще, потому что благодаря вот таким видеосюжетам, которые вы снимаете каждый раз на наших акциях, о них узнается больше и больше людей на самом деле. И это даже как-то мотивирует остальных, даже кто и не думал заниматься, их мотивирует, и они приходят к нам на акции присоединяются. Следующее, что я хочу сказать еще. Если бы мы не поднимали этот вопрос, если бы мы не проводили эти акции и не приучали население, то, наверное, я думаю, что люди бы потихоньку и смирились, но как есть, так и есть, как обычно это бывает. И, наверное, может быть, кидали бы в эти контейнеры, которые, я просто уверена, не всегда вывозятся на переработку. Я просто уверена, что большая часть содержимого их возится на полигоны. Чуть позже могу об этом сказать, почему я так думаю. Ну и благодаря тому, что мы об этом постоянно говорим, на это указываем местной областной власти, то какие-то маленькие подвижки все-таки начинаются, потому что власти понимают, что постоянно обманывать людей не получится, что люди, которые сортируют и уже не могут без этого, они все равно будут требовать от властей вводить нормальный, цивилизованный раздельный сбор отходов. Не какой-то там, ну вот, как сказать, демонстративный, да, показушный, который нам там показывают какие-то видеоролики специальные заснятые, а вот именно когда люди будут уверены в том, что действительно то, что они сортируют, будет отправляться на переработку. И вот знаем, что в Архангельске уже открылось два экоблока, да, у нас разговоры идут, что тоже предвидится установка подобного экоблока, и по крайней мере сейчас я вот наблюдаю, чувствую, что вот те фирмы, которые занимаются сбором вторресурсов из-за деньги, да, от населения, их, по крайней мере, так не стали как-то вот прижимать, им тоже дают шанс работать. И это хорошо. Я надеюсь, что все-таки наша власть поймет, что без этих фирм, без преследия малого бизнеса в плане РЦО, нам реформу мусорную не поставить на разумные рельсы и не запустить по всей области. Поэтому вот благодаря вот активистам, каким-то инициативным группам, представителям малого бизнеса, сегодня РЦО маломальски как-то дышит, как-то вот потихоньку маленькими шажками и держится, развивается и так далее. То есть вот здесь надо, я считаю, поддержка действительно должна, поддержка материальная идти не регоператору, который не занимается, его, наоборот, наказывать надо за это. А вот именно тем, кто заинтересован в этом плане и делает в разы больше, чем тот же ЭТК-Интегратор. Ирина, вот вы сказали сейчас как раз о том, что у нас в Архангельске уже установлено несколько эко-баков. В дальнейшем, конечно, планируем в городе Северодвенске. Вот вчера пришла хорошая новость, что у нас уже в некоторых частях города устанавливает контейнеры, стационарные большие контейнеры для батареек. Действительно, это как раз развитие. И как раз развитие в лучшую сторону. Все развивается ровно туда, куда и несколько лет, и говорили активисты. Да, да. То есть все... В принципе, я и говорю, что мы все равно своими действиями, своими акциями, и то, что мы сподвигли очень большое количество людей, Корсо, мы заставляем власти все-таки задумываться и делать какие-то реальные шаги. Мне кажется, здесь еще вот в чем подвох. Сейчас же у нас планируется в области размещение трех опорных объектов. Это Коряжма, Няндама и, по-моему, Халмагурский район. 30-й километр. И мы знаем, что, например, в Няндаме люди очень восприняли это болезненно, вот эту новость. Мы знаем, как там прошли слушания общественные, когда люди там скандировали очень длительное время, что мы против. Кстати, хотел забежать вперед. А почему именно люди против? Как вы считаете? Ну, потому что люди понимают... Во-первых, отголоски Шиеса, они до сих пор существуют. И мы знаем, что вот те сказки, которые нам рассказывали, как все прекрасно, и все будет красиво. На самом деле ведь люди все понимают, что это будет обычный мусорный полигон, только в красивой обертке нам это все преподносится. И мы-то понимаем, что без системы раздельного сбора на местах, без полноценной вот этой системы сбора, у нас эти полигоны, эти опорные объекты, они и будут обычными полигонами. Возить двухпоточная там система какая-то будет, да, сухое и мокрое, что там будет извлекаться, это жалкий процент. Зачем, если, например, когда у нас в каждом населенном пункте будет возможность людям сдавать в то ресурсы, они будут чистые, уже качество их будет очень приличное. И тогда мы будем, во-первых, меньше на полигоны возить, все равно отходов будет меньше, этого не ликвида, хвостов. И будет выхлоп по, как бы, как сказать, процент сдаваемых по ресурсам будет выше и качественней. Поэтому лучше все-таки сначала деньги вложить в систему раздельного сбора на местах, а потом уже строить опорные объекты. Ну, хорошо, если, допустим, мы будем сортировать 40% отходов, отходов те, которые вот у нас сейчас идут на переработку, остальные 60% все-таки куда? Это же у нас пищевые отходы, их все равно надо вывозить на полигон. Куда их складировать? Ну, пищевые тоже надо бы отдельно куда-то их, чтобы... А если они предлагают биокомпостирование как раз? Ну, биокомпостирование, я против этого ничего не имею. Это можно очень даже использовать на благое дело, например, удобрения там какие-то для садовых участков там, да? Потом можно, например, тот же... У нас ведь газоны в очень плохом состоянии в городе, да? Ведь это можно использовать даже для улучшения вот этих газонов, то, что там перегниет, вот эти отходы все органические, да? Потом это все в благое дело пустить можно, в принципе. Есть ведь опыт у нас в России такого... Такие примеры есть, и почему бы и нет? Ирина, ну согласитесь, благодаря жителям города Северодвинска это у нас все получается? Как вы считаете? Конечно, благодаря людям мы проводим эти акции. И самая ведь первая акция, которая началась... Была проведена в начале 2019 года, сразу после новогодних праздников, Рождества, она сразу была многолюдной. И мы полную газель тогда забили вот этих вторресурсов. Всего-то мы в ближайших кварталах расклеили листовки, и мы не ожидали, что придется столько людей. Видимо, вот эти вот митинги, которые тогда сотрясали наш город, и люди были настолько этой темой возмущены, что да, надо сортировать, накапливать полигоны новые, строить, что они так откликнулись, что нам, в принципе, потом уже и не пришлось... Кого-то агитировать. Каждый раз там, да, агитировать, плеить листовки и так далее. Люди, наоборот, спрашивали, когда следующая акция, давайте вот там-то проводите, вот нам бы тоже... То есть люди говорят, а вот нам бы тоже хотелось, вот поближе, удобнее. Но мы понимаем, что мы-то с удовольствием, но наши ресурсы не безграничны человеческие, волонтеров не так много, чтобы нам по всему городу создать эти площадки, которые надо еще, кстати, согласовывать с администрацией. Ну и нам пока что МПК выделяют две машины, и мы их, по сути, наполняем полностью на акциях, а больше брать площадок, это уже нам придется вылезать за рамки этих двух машин. То есть как раз получается, когда люди выходили на митинги против строительства полигона в Рикосьхе, это как раз и подклеснуло людей. Помните, на общественных слушаниях нам сказали, что наш полигон города Северодвинска может работать еще примерно 14 лет, но все равно когда-то он заполнится. И люди поняли, что чем больше будем сортировать отходов, тем меньше будет попадать на полигон. Тогда, по-моему, было сказано, что он может функционировать еще 10 лет, а при сортировке отходов все 15. Вот мне вот это запомнилось. Это сказала чиновник из Архангельска, не помню кто именно. И тогда уже было понятно, что нас просто обманывают. И все вполне возможно продлить жизнь полигона, если создать условия для сдачи вторресурсов населения. И вот хочу сказать большое спасибо, конечно, нашим жителям, Северодвинсам за активность. Действительно, нам даже Архангельс завидует на самом деле, говорят, что мы бы тоже хотели такие акции. У них они проводятся, но не так, наверное, организованные массово, как у нас. И люди наши, конечно, молодцы. Они приносят даже не только те, что дома они накапливают вторресурсы, они собирают где-то на каких-то загрязненных территориях, приносят пластик, стекло, жесть из территории, где загрязнение есть. То есть болит душа у людей. Действительно, им жалко выбросить даже самую малейшую какую-то часть, которую можно переработать. Зачем ее отправлять на свалку? Ну, кстати, вот большой, очень хороший пример, когда к нам на акции приносят тетропакт, прямо вот помытый, сложенный, аккуратненько, аккуратненько сложенный, в пакетике крышечки вырезаны из тетропакта, из-под молока, и мы видим, что вот эти колечки даже и то сняты были. Очень жаль, конечно, потому что тетропакт, на самом деле, нам его приносили просто в огромных количествах, и мы его видим в огромных количествах на полках магазинов, торговых центров. Это же и молочная продукция, и различная винная, и так далее. И люди-то много нам приносили именно этой фракции. И очень жаль, что вот сейчас пока прекратили, надеюсь, что ненадолго. Нам и самим это, во-первых, доставляет удовольствие, общение с людьми, во-первых, и дело полезное, делаем благое. То есть мы от этого получаем собственное удовлетворение. Просто хоть мы и тратим там 4 часа, да, в 11, а то и раньше приходим, и в 3 часа мы возвращаемся домой. Да. Вот, но, конечно, устаем, но в то же время получаем какое-то удовлетворение. Потому что люди говорят спасибо нам. Ну, все-таки нельзя забывать, как у нас разделен город на старую и новую часть. Мы уже неоднократно говорили, что в старой части города стоят контейнера для раздельного сбора отходов, пускай там 44 вроде контейнера до сих пор не поставили, но, по крайней мере, хоть где-то стоят. А в новой части города, где мусоропроводы, там их даже в принципе некуда ставить, их нет. Так в новой части города, ведь когда мы начинали вот еще в 19-м году эти акции проводили, мы же собрали приличное количество подписей жителей кварталов на имя главы города, администрации, с просьбой установить эти контейнеры именно в кварталах. Мы там и начинали ведь акции, потому что именно там не было этих контейнеров. Но так как нам объяснили, что по каким-то там причинам, по СанПИ, ну там еще каких-то, то есть там не предусмотрена вот эта вот установка дополнительного спецконтейнера, и там нет возможностей. Поэтому там обязательно необходима установка стационарных круглосуточных пунктов приема вторресурсов. Это было бы удобно жителям кварталов, и они в любое время могли бы сдавать, и тогда необходимость проведения акций в кварталах, она бы в принципе и пропала. По одному на один квартал? Один квартал Д, один квартал В, один квартал И? Нет, ну сильно много-то тоже, я думаю, это хотя бы начать с одного-двух. Как пример. Расстояние-то большое все-таки, там, квартала у нас, да? То есть, хотя бы начать с одного-двух, а там уже и потихоньку. Но на яграх обязательно надо поставить, потому что это отдельная история ягры. В общественных местах обязательно нужны контейнеры под различные фракции. Ну обычно, вот как мы бывали, мы и за границей были, там где-то в других городах России, есть стационарные, ну такие в общественных местах, допустим, по тот же пластик, стекло, жесть и бумагу. Вот хотя бы вот эти фракции, но они вот сдаются. Вот как в школах ставят такие урны, да? Так же и в общественных местах. Но опять же вопрос, кто будет это обслуживать. Ну, регоператор должен, по идее, это обслуживать. Все. Но опять же хотелось бы, чтобы у нас не было таких вот картин безобразных, когда контейнерные площадки превращаются в несанкционированные свалки. Что происходит сегодня, да? И опять же, за счет того, что население бдит, население отслеживает, в том числе наше движение, и мы всегда сигналим, как только видим, что контейнерная площадка в безобразном состоянии, что мусор разлетается по всей округе, вовремя не вывозится, мы об этом сигналим. И потихоньку я уже замечаю, что какие-то вот площадки, которые раньше постоянно были захламлены, сейчас уже более-менее там становится порядок. То есть все равно общественность не должна пассивно относиться вот к этим проблемам. Надо говорить, надо указывать. И как, хоть и обвиняют в критиканстве, критиканство, оно движет, и в том числе властью, движет определенными структурами работать, заставляет работать. И это правильно. А как иначе? Ирина, еще недавно совсем у нас было всего 5 мест для раздельного сбора отходов. Сейчас у нас уже 7 таких точек. И сейчас вот буквально какой-то шквал пошел негативной информации, как раз в нашу сторону направленную, в социальных сетях. Но мы понимаем, кто люди эти, кто публикует эти посты, грязь эту пишет, зачастую это боты. Да, мы знаем прекрасно, кто эти люди. И почему они так пишут, мы тоже знаем и понимаем. И оправдываться перед ними я не вижу смысла. Люди, кто к нам приходят, они прекрасно все понимают, они видят, они сами нам говорят, что вот они такую грязь на вас льют. Я, с одной стороны, конечно, поначалу и обидно было, и как-то это задевало, трогало. А теперь я как-то спокойно к этому отношусь и понимаю одно, что чем больше вот эта вот льется грязь, я понимаю, значит, мы идем по верному пути. Значит, кому-то мы чем-то мешаем. А как можно помешать благим делам, хорошим делам? Значит, все мы делаем правильно, а кому-то это не нравится. Ну что ж, это их проблемы, пусть они любят грязь и дальше. Пусть это объясняют наши акции каким-то хайпом активистов, какими-то шкурными материальными интересами. Все это, конечно, ложь и клевета. И это полный абсурд и бред на самом деле, и даже смешно это читать. Но пусть это будет на их совести на самом деле. Но я скажу одно, что если мы будем сегодня замечать вот эту всю грязь и принимать близко к сердцу, и как бы растрачивать силы, свои энергии вот на эту грязь, то тогда мы не будем двигаться вперед. А так мы, наоборот, в себе еще больше нам придает уверенности, в себе, мы еще больше сил в себе чувствуем, и идем вперед. Потому что знаем, что мы на верном пути, мы все делаем правильно. И Бог нам помогает. Да, ну и Бог нам помогает. И, конечно, бы хотелось сказать большое спасибо все-таки Архангельскому сыроперерабатывающему кабинету, который поддержал наши акции. Согласитесь, в выходной день выводите двух водителей, которые едут из Архангельска, забирают наши отходы северодвинские и обратно везти в Архангельск. То есть, ну, это большое дело все-таки. Они точно так же могли бы эти отходы в Архангельске забрать, и не надо никуда было ехать. Или там, на Водвинске все-таки поближе есть места. Ну, вообще, Архангельский мусороперерабатывающий комбинат очень довольны, очень восхищены вообще нашими людьми, нашими акциями, потому что ресурсы, которые мы собираем, очень качественные, процент чистого вторсырья высок, почти стопроцентный, отходов неликвида очень мало идет. И поэтому с нами, конечно, работать им очень приятно. Когда ездили с вами на Архангельский мусороперерабатывающий комбинат, мы видели на сортировочной линии, а неликвид, это практически 3%. Спасибо большое, конечно, им за поддержку, что они помогают нам, людям. Все-таки дают нам такую возможность дать ресурсы и быть уверенными, что они пойдут все-таки в дело, в переработку, приобретут вторую жизнь. И поэтому мы с ними и сотрудничаем. Сегодня появились у нас еще одни сборщики вторсырья. Это эко-ресурс, которым мы недавно тоже съездили на экскурсию. Они принимают немного ограниченный спектр вторсурсов. Это PET-бутылка, полиэтилен, бумага, картон и, по-моему, все. Но они могут за денежку у населения принимать. Пожалуйста, если кто желает подзаработать или, например, на благотворительность деньги они могут отправить, если вы не хотите брать себе деньги, они, пожалуйста, могут в приюты для животных отправить или на лечение больным детишкам. Пожалуйста, мы пока не касаемся этого. Мы работаем с Арханским мусоропередочным комбинатом. Если, например, обращаются к нам люди, что вот где-то накопилось много сырья, но нет возможности нам на акцию их сдать, я всегда даю координаты эко-ресурса. Они могут сами приехать, забрать, пожалуйста. Ну и зеленые совы, им надо сказать, тоже неоднократно выдавали же. Если что, они, в принципе, тоже могут подъехать. Есть у нас представители малого бизнеса, которые занимаются. Пожалуйста, вот в том-то и дело, что я считаю, что и надо как раз людям предоставить максимальную возможность. Чем больше у нас будет вот таких вот предприятий малых, которые будут заниматься вторресурсами, тем больше мы будем отправлять переработку вторсырья, тем меньше будут копиться наши полигоны. И людям будет удобно. И я вот считаю, вот это самый правильный путь. Мы будем только рады. Чем больше вот таких вот заинтересованных в сборе вторресурсов, тем лучше. Я считаю, что всем им надо дать возможность работать, развиваться и всячески им помогать. Со стороны власти, в первую очередь. Что именно сподвигло вас заниматься именно вот раздельным сбором отходов? Ну, все началось, наверное, как у многих активистов и не только у активистов. Это когда у нас собирались построить в Рикосихе полигон, и тогда вот проходили общественное слушание. И я случайно, в общем, от своей коллеги узнала, что вот прошли недавно слушания, очень, ну, такие сфальсифицированные, что ли, да, что люди недовольны, вот люди против этого строительства, туда нагнали каких-то непонятных людей. И вот такая несправедливость. И тогда еще приходил к нам, собирал подписи подойницы, не помню, имя, фамилия забыла. Николай. Да, Николай подойница. И вот он тоже рассказывал, какая вот несправедливость происходит, сколько он там борется, ходит, пороги оббивает, собирают подписи и так далее. И вот сказали, что будут вторые слушания проходить. И мне захотелось поприсутствовать на этих слушаниях. И вот я пришла тогда на них и увидела своими глазами, услышала своими ушами всю вот эту несправедливость и цинизм, который там происходил на самом деле. Как люди были против, как были возмущены, как чиновники говорили одно и тут же себе противоречили. И видно было, что им нужно было эти слушания именно протолкнуть в свою пользу. Вот это меня очень возмутило. А так как я человек, очень остро вообще воспринимаю любую несправедливость, я как-то вот втянулась в эту тему. А потом начались митинги, там, первый, второй, третий. То есть позвали в качестве там волонтеров, да, помогать, клеить листовки там как-то. Вот мы помогали сначала Петру Васильеву. Потом мы поняли, что ведь есть еще Шиес, и надо его освещать, эту тему. И тогда мы уже стали проводить свои митинги. Также их организовывали и выступали на самих митингах, говорили. И вот так поняли, что нужно все-таки не только митинговать, а что-то еще реально делать. И вот тогда пришла идея как раз в конце 2018 года, а давайте-ка мы проведем после Нового года, когда много как раз мусора у людей, вот такую первую акцию. Вот и начали. И с той поры я, наверное, пропустила от силы, может, четыре акции. И то там в отпуске было, то болело. А так вот я не пропустила ни одной практически. И в мороз мы там ходили, 30-ти градусный, и в ветер, дождь, и в любую погоду мы эти акции проводили. Ну и сейчас проводим, мы уже провели 57-ю акцию на этой неделе, в это воскресенье. 57, вы только вдумайтесь, 57 акций. Было бы и больше, но у нас просто был перерыв небольшой в серединке, там, когда АНПК поставили свои контейнеры под раздельный сбор. Это было на самом деле такой прорыв вперед. Но надо напомнить, что их было по два контейнера. Отдельный был отдельный контейнер под пластик и отдельный под макулатуру. Это сначала, а потом еще вот добавили... Третий еще контейнер был в своем. Поставили АНПК свои контейнеры с крышками. Сине-желтые такие были контейнеры. Вот, и это был на самом деле очень большой прорыв вперед в плане РСО. Мы так были рады, что АНПК зашел в наш город. До этого они были в Сердинске, в Архангельске находились. У них было 550 контейнеров поставлено. И вот мы тогда все свои силы направили на просвещение людей. То есть мы объясняли, проводили такие акции, объясняющие, что можно сдавать в эти контейнеры, а что нельзя. Чтобы максимально, ну как бы, там были полезные фракции, чтобы не попадало никакого неликвида и не портились эти авторесурсы. Но здесь надо сказать спасибо и Маше Крейтер надо напомнить. И вот вы тогда участвовали в этих просветительских роликах, которые я снимал. Удивительно, что буквально через месяц люди уже стали приносить абсолютно нормальный отсортированный отход. То есть уже никому не надо было задавать. У нас изначально-то мы, конечно, очень тщательно, потому что мы еще сами учились. У нас даже эколог тогда из АНПК, девушка приезжала на наши акции. И прямо вот каждую мы ей вот штучку показывали. А вот это можно сдавать, а вот это можно сдавать. И мы это все учили, сами учились и учили людей. И настолько приучили вот те, кто уже с самых первых акций с нами. Они вообще, можно сказать, идеально сортируют, идеально свои отходы. Новички приходят, да, те могут, конечно, принести и не ликвида нам надо толкать. То есть вот сразу могу сказать, что и там приносят, и упаковку из-под действий мы вообще никакую не принимаем, ни в каком виде. Мы не принимаем слюду, эту шуршащую упаковку. Да, про которую я говорил. Мы не принимаем втулки из-под туалетной бумаги. Мы не принимаем вот эти из-под конфет фантики. И из-под таблеток вот эти вот разные обертки. Пластик, совмещенный с фольгою. Да. И из-под таблеток не принимаем. Да, да, да. В общем, что еще? Бахилы мы сейчас не принимаем. Из-под молока пакеты полиэтиленовые не принимаем. Ну, сейчас вот тетропакпель стали принимать, да. А остальное, что мы еще раз принимаем, это жесть, металл, стекло, картон, бумагу. Бумагу различных видов, и белую, и цветную, там, в общем, всех видов. Что еще не назвала? Пэт-бутылка, потом пластика. Книги, газеты, это все, картон, это все. Пластик из-под мыльно-пузырных средств, как я называю. Это из-под шампуней, там, из всяких вот этих химии, да, бытовой. Что еще? Стекло, да, стекло. Стекло всевозможного характера. Начиная от оконного стекла и заканчивая бутылками. Да, то есть, ну, не принимаем строительный мусор. Это нам не надо возить. Обои тоже нам не приносите, потому что, если чисто бумажные обои еще примем, а вот флизелиновые разные, там, вот это мы уже не принимаем. Ирина, мы с вами в прошлом году ездили на съезд, который проводило движение 42, и нам рассказывали много примеров, как производится сортировка отходов в глубинке Архангельской области, в деревнях, в отдаленных населенных пунктах. Я хотел спросить, а у вас, в вашей малой родине, как вообще, есть ли раздельный сбор отходов, как вообще сортируют отходы? Ну, дело в том, что моя малая родина находится на юге Архангельской области, недалеко от Котласа, и в чем, как бы, трудности для организации раздельного сбора отходов, это река. Сборщикам втор ресурсов им придется еще и за реку перебираться, а это не дешевое удовольствие. То есть, получается, это только зимой можно сделать, да? Да, только зимой можно по реке, да, вывести накопленные втор ресурсы. Но, тем не менее, я не вижу здесь особо проблемы организовать раздельный сбор, даже вот в таких труднодоступных местах. Почему? Во-первых, активисты есть в деревне. В последнее время я туда приезжаю и вижу, что леса захламляются, что появляются несанкционированные свалки. И, что самое интересное, это регоператор не справляется со своими обязанностями. Люди жалуются, что переполненные контейнеры стоят посреди деревни. Это, во-первых, запах, это растаскивают собаки, этот мусор птицы. И что люди-то жалуются, что некуда складывать. Они видят, что уже переполнено, что уже это все по округе растаскивается. И люди складывают просто в своих сарайках этот мусор. Но это тоже не дело так, неправильно. Поэтому они бы, может, меньше бы накапливались, если бы там был еще и раздельный сбор организован, чтобы, например, тот же пластик, который много места занимает, потом бы отдельно, например, в контейнеры складывался. Я думаю, что людям, если, конечно, кто-то НКО организует, и какой-то грант можно ведь выиграть, да, и закупить какие-то контейнеры, пресс и все такое, можно ведь и, если бы федеральные, вернее, не федеральные, а областные власти помогли людям в глубинках поставить такие контейнеры, какой-то небольшой пресс для сжатия этих пэт-бутылки. Поэтому там на самом деле в деревнях-то мало отходов, там только вот пластик. И вот обидно, что он засоряет наши леса. Я вот в прошлом году была в лес, ходила за грибами, и я просто была удивлена, что я никогда раньше, когда ходила в лес, не видела, сколько мусора. Ну, изредка раньше в одном месте там кучку видишь какую-то, а сейчас, ну, идешь, то банка уже стена валяется, то пластиковая бутылка, и это по всему лесу так можно заметить. Что творится с людьми, я не знаю. Вот, еще вот там у нас есть дальняя деревня, это Уфтюга, там люди тоже бьются, жалуются в эту, в район администрацию, что у них просто организовали, там чуть ли не в 700 метров, в 700 метрах от школы несанкционированную свалку. Из всего Проводвинья стали возить мусор туда, в Уфтюгу, дальше от районного центра.